Сегодня мы поговорим о Даше Корейке, блогере с миллионной аудиторией в ТикТок и Твич, но еще несколько лет назад Даша была простым ребенком из небольшого села и на пути к успеху Даши пришлось пережить травлю, насилие и смену пола. Про Дашу узнали все, но буквально за год она просрала все, чего добилась за несколько лет. Как это случилось? Сейчас вы узнаете, с вами в реках, погнали! Имя Даши при рождении Максим Матвеев. Мальчик родился 18 января 2001 года в одном из сел Воронежской области. Рос в большой семье, у него были старшие брат и сестра. Вместе с родителями и бабушкой они жили в маленьком частном доме. С самого детства Максима тянуло к апатажным выходкам. Он надалживал у сестры женскую одежду, примерял ее и мог в таком виде даже выйти на улицу. В родном селе мальчика считали странным. Взрослые его осуждали, ровесники избивали. Дома Матвеев также не находил понимания. Бабушка старалась игнорировать поведение мальчика, отец всячески наказывал его за немужское поведение и внешний вид. Поддерживала Максима только мама, но она не перечилась семье. Эксперименты над внешностью продолжились во время учебы в школе, куда Максим пошел в восьмом году. Он начал ярко красить ногти на руках, наносил макияж, надевал парики. Позже Матвеев вспоминал, что в восьмом классе его сильно избили около школьного туалета и за него никто не заступился. Все 9 лет школы Максим терпел травлю и унижение от одноклассников. В 2017 году он окончил школу и решил продолжить обучение подальше от родного села. К тому времени он уже точно был уверен, что родился в мужском теле по ошибке. Родители отпустили сына в Тампов, где уже жила его старшая сестра. Там Максим поступил в местный железнодорожный колледж. С учебой в колледже у Матвеева тоже не заладилось, однокурсники не понимали парня. Максим смог завести только одного друга, Хилми Форкса. Он тоже блогер и скрывает настоящее имя. Хилми – детдомовский парень с трудной судьбой и творческой натурой. Уже развивал свои аккаунты в соцсетях и привлек к этому и Матвеева. Парень сразу нашел в сети понимание, которого ему так не хватало в реальной жизни. Кстати, о Хилме я еще скажу пару ласковых дальше, но пока вернемся к становлению Максима Дашей. Сначала Матвеев активно появлялся в сервисе Мьюзика Лиг, где снимал видео с забавными танцами. Его эпатаж пришелся как нельзя кстати. Ролики блогера набирали тысячи просмотров. Максим был фанатом корейской группы BTS и часто выкладывал ролики, подпевая их песням. Он увлекся кей-попом и корейской культурой в целом. Колледжи над хобби Максима открыто смеялись, поэтому вскоре он его бросил, а затем решил переехать в Москву, чтобы стать популярным блогером. По-настоящему прорывным для Максима стал 20-й год. В Москве он по совету друга зарегистрировался в ТикТоке, набирающий популярность в социальной сети с видеоконтентом. Там Матвеев впервые использовал псевдоним Даша Корейко, вспомнив о своей любви к азиатской культуре. Он начал записывать короткие видео в женских образах. Даша запомнилась пользователям соцсети как яркий персонаж с неновым маникюром, эпатажным макияжем и париками кислотных цветов, а еще неадекватным поведением. В некоторых роликах Корейко могла биться в истерике и кричать на своего друга Форкса, в других рыдать на камеру из-за хейта от подписчиков. В комментариях интернет-пользователи называли все происходящее низкопробным трэшем. Но число подписчиков Даши неуклонно росло. К 2021 году количество фолловеров в ТикТок иконы BTS, как называла себя в сети Корейко, составило 5,9 миллионов человек. Еще почти 2 миллиона пользователей подписались на Дашу в Инстаграме. В конце 2020 года Даша Корейко открыла для себя Twitch. Там она начала записывать стримы, в которых играла Fortnite и Counter-Strike и комментировала происходящее в игре. Фирменные приемы для привлечения внимания остались теми же. Жеманство и манерность, а также истерики, слезы и нервные срывы Даши в прямых эфирах смотрели миллионы человек. Это и стало началом не только небывалой популярности для парня из села, но и концом всего. За возможность смотреть за жизнью Даши пользователи щедро платили. Под каждым видео в соцсетях Корейко оставляла возможность сделать донат. Сбор средств блогер объясняла необходимостью внести квартплату или купить подарки родным, а также приобрести новое оборудование для стриминга. Заодно видео сумма донатов порой превышала 100 тысяч рублей. Более того, Даша фактически разрешала фолловерам и унижать себя за деньги. Собирая донаты на ту или иную цель, блогер обещала выполнить любые предложения жертвующим средства пользователям. Так, однажды она попыталась выпить газировку, предварительно закинув туда ментос по совету одного из фолловеров. Ролик закончился истерикой. В конце 20-го года Даша приехала в родное село. Отец оказался не готов к переменам во внешности сына. Между ними произошел серьезный конфликт, который чуть было не дошел до драки. Позже Корейко рассказывала, что отец ушел из семьи и начал жить с другой женщиной. Зато остальные родные поддержали блогера. В роликах в ТикТок иногда появлялись мама, бабушка и сестра Даши. Подыгрывая Даши, они кричали друг на друга или признавались в любви к BTS. Летом 21-го года Даша объявила в инстаграм, что ее семья попала в аварию на машине, которую она подарила маме, и что ей нужны средства на оплату лечения родных и объявила сбор денег. Всего за пару часов пользователи оставили ей донатов на сумму больше 30 тысяч рублей. Спустя несколько дней в сети появилась версия, что историю с ДТП Корейко просто выдумала, чтобы привлечь к себе внимание. Позже оказалось, что авария действительно была, но произошла она с отцом Даши. Мужчина сел в заруле на трезвом виде и получил не опасные для жизни травмы. Еще из хайпа была тема с армией. В августе 21-го года блогер заявила, что ей пришла повестка в армию, вскоре она должна будет присоединиться к вооруженным силам. На этот раз фолловеры быстро выяснили, что это неправда. Из-за сросшихся с рождения пальцев на ногах она непригодна для службы. Наверное, вся эта постанова, которая буквально стала честью жизни Даши и является главной причиной падения ее популярности. Еще одна тема, вызвавшая резонанс, операции по смене пола. Ну или не совсем. Осенью 21-го года Даша Корейко решилась на трансгендерный переход. Она сообщила фолловерам, что прошла экспертизу у психиатров и врачи дали разрешение на смену пола. Несколько недель она проходила необходимые осмотры и принимала гормональные таблетки. В ноябре блогер легла на операцию. Прямые эфиры из клиники ввел Хилми Форкс. Некоторые видео собирали по 10 или даже 12 миллионов просмотров в ТикТоке. Пластические хирурги изменили черты лица Даши, сточили кости носа, скулы подбородка, сделав их более женственными. Также увеличили грудь и убрали кадык. Первые стримы Корейко начала вести вскоре после наркоза. Она плакала на камеру, не в силах вытерпеть ужасную боль и призывала активнее донатить. Ведь она уже запланировала операцию по избавлению от мужских половых органов. Благодаря розовым волосам, хрупкому телосложению и выразительным чертам лица Даша Корейко превратилась в воплощение образа тяночки. Теперь человек, не знающий историю блогерши, вряд ли догадается, что она родилась мальчиком под именем Максим. Были у Даши тщетные попытки, что называется, поиграть в любовь. Летом 2020 года блогер Оля Тыква рассказала подписчикам о романе с Дашей Корейкой. Но уже через несколько недель девушка призналась, что это был розыгрыш. Даша рассказывала, что у нее был всего один серьезный роман. Отношения длились две недели, все это время она снимала второй половинке квартиру в Москве. Осознав, что в этом союзе от нее постоянно требовали финансовых вложений и ничего не давали взамен, Даша ушла. В целом, весь образ Даши Корейки это вечно ноющая девочка, которая, как она сама говорит, никому не нужна. Более того, Даша настолько надоела всем своим нытьем и дешевым хайпом, что сейчас, чтобы привлечь хоть какое-то внимание, ей приходится тверкать на камеру. Хотя в целом оно и понятно, все душотрепещущие темы, смена пола, армия, несчастная любовь, уже были проиграны в жизни Даши. Видимо, хайпить больше не на чем, хотя уже никто и не верит. А что касается Хилми, как говорят подписчики Корейки и просто интернет-пользователи, Хилми строит из себя нереального блогера, но на самом деле даже Даша Корейка популярнее его. Но несмотря на это, он умудряется даже с Корейки, которая реально просрала всю свою известность за год и в своих видео, то и делает, что просит не называть ее обобусом или тверкает, выжимать все, что осталось. Вот такие дела. А что вы думаете по поводу Даши Корейки? Пишите свое мнение в комментариях, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем пока!